Вторая книга Ездры, глава первая. Не нужно будет вам брать его на раменах. Служите теперь Господу Богу вашему и заботитесь о народе его, Израиля, и устроитесь по родам и поколениям вашим, по расписанию Давида, царя Израиля, и по великолепию Соломона, сына его. И става святилища по родовым левитским разрядам вашим перед братьями и вашими сынами Израиля, заколите по уставу пасхального агнца и приготовьте жертвы для братьев ваших, и совершите Пасху по заповеди Господней, данной Моисею. И дал Иосиф в дар находящемуся там народу 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи тельцов. Это по обету данного царских стад народу, и священникам, и левитам. И дали Хелке, и Захаре, и Мил, начальствующие в храме, священникам на Пасху 2600 овец и 300 валов. И Ихония, и Самей, и Нафанаил, брат его, и Асавия, и Ахиил, и Арам, тысяча начальник, дали левитам на Пасху 5000 овец и 700 валов. И когда это происходило, священники и левиты благолепно стояли по поколениям и родовым преимуществам, держая пресники перед народом, чтобы приносить жертву Господу по предписанному в книге Моисеевой. И это было в раннее время. Испекли пасхального агнца на огне, как надлежало, а жертву сварили в медных сосудах и котлах с благовониями и отнесли всему народу. А после того приготовили для себя и для священников братьев своих сынов Аарона. Ибо священники приносили туг до позднего времени, а потому левиты приготовляли для себя и для священников братьев своих сынов Аарона. Священно певцы же сыны Асафовы находились на местах своих по установлению Давида и Асафы Захария и Единус, который был от царя. И привратникам при каждых воротах не позволялось оставлять свои череды, потому что для них приготовляли братья и их левиты. И совершилось в тот день все, что принадлежало к жертвоприношению Господу при совершении Пасхи. И к приношению всесожжений на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилев в то время находившиеся там Пасху и праздник опресников семь дней. И не совершалось такой Пасхи в Израиле со времен Самуила пророка. И ни один из всех царей израильских не совершал такой Пасхи, какой совершил Иосия, и священники, и левиты, и иудеи, и все израильтяне, находившиеся в то время на жительстве в Иерусалиме. Восемнадцатый год царствования Иосии совершена сия Пасха. Из-за правильной были по прямому пути направлены дела Иосия перед Господом от сердца полного благочестия. Бывшее же при нем описано в прежних летописях о согрешивших и не исчезновавших против Господа больше всякого народа и царства, и чем они сознательно оскорбляли его, и за что слова Господа восстали против Израиля. И после всех сих деяний Иосии случилось, что фараон царь Египетский шел воевать в Каркамис при Эфрате, и Иосия вышел навстречу ему. Царь Египетский послал к нему сказать, что мне тебе, царь Иудейский, не против тебя пославля от Господа Бога, послан. Война моя на Эфрате, и ныне Господь со мной, и Господь побуждает меня, отступи и не протився Господу. Но не возвратился Иосия на свою колесницу, а решился воевать с ним, не вняв словам Иеремии, пророка Иисус Господа. И вступил с ним в сражение на поле Мегеддо, и сошлись начальствующие к царю Иосии. И сказал царь слугам своим, унесите меня с поля сражения, потому что я очень из ним мог. И слуги его тотчас вынесли его из строя. И взошел он на вторую колесницу свою, и, возвратившись в Иерусалим, умер и погребен в гробнице отцов своих. И плакали об Иосии во все Иудеи. Плакал об Иосии пророк Иеремия, и начальствующие с женами оплакивали его до сего дня. Это передано навсегда всему роду Израилеву. Это написано в летописи царей иудейских. И то, что сделано Иосию, и слава его, и его разумение закона Господне, и прежние же дела его, и ныне, упоминаемо описаны в книге царей израильских иудейских. И взял народ Иихонию и Иохаза, сына Иосии, и поставили его царем вместо Иосии, отца его, когда ему было двадцать три года. И царствовал он в Иудее и Иерусалиме три месяца. И оставил его царь египетский, отставил, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И наложил на народ сто талантов серебра и один талант золота. И поставил царь египетский Иоакима, брата его, царем, иудея Иерусалима. Связал вельмож из Аракина, брата его отвел в Египет. Был же Иоаким двадцати пяти лет, когда воцарился над Иуда и Иерусалимом, и делал он зло перед Господом. Против него вышел Новоходоносор, царь Вавилонский, и связал его медными узами, и отвел в Вавилон. И взял некоторые из священных сосудов Господа, Новоходоносор перенес их, и поставил в своем капище в Вавилоне. Сказания о нем, о его развращении и нечестии, написаны в книге летописной летописи царских. И воцарился вместо него Иоаким, сын его. Был он восемнадцати лет, когда назначен царем. Старство лжи в Иерусалиме три месяца и десять дней. И сделал он зло перед Господом. И через год Новоходоносор послал и отвел его в Вавилон вместе со священными сосудами Господа. И назначил царем Иудея Иерусалима Седекию, который был двадцати одного года. Старство лжи в одиннадцать лет. И делал он зло перед Господом, не вняв словам, сказанным пророком Иеремии от уст Господа. И, быв связан над царем Новоходоносора, клятву его имя Господа, нарушил клятву. Отложился и, ожесточив свое увы и сердце свое, приступил к закону Господа Бога Израилева. Также и начальники народа, и священники поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечестствах, нечистотах, всех язычников. И осквернили о священной Иерусалиме храм Господень. Бог отцов их посылал вестников своих, призывать их к обращению, так как щадил он их и жилище свое. Но они смеялись над вестниками его. В тот самый день, в который Господь говорил, они насмехались над пророками его. Да коли он, прогневавшись на народ свой за нечестие, повелел восстать на них царям халдейским. Они избили юноши их мечом вокруг святого храма их. И не пощадили ни юноши, ни девицы, ни старого, ни молодого. Но все были преданы в руки их. И все священные сосуды Господни, большие и малые сосуды ковчега Господни и царские сокровища, взяли они и отнесли в Вавилон. И сожгли дом Господень, и разорились стены Иерусалима, и башни его сожгли огнем. И все великолепие его обратили в ничто. Оставших же от меча отвели Вавилон. И они были рабами ему и сыновьями его, да владычество персев. И исполнение Слова Господне из уст Иеремии. Доколе земля не отпразднует суббот своих, во все время запустения своего, в продолжении семидесяти лет, она будет субботствовать. Вторая езра. Глава вторая. В первый год царствования Кира Персидского, в исполнении Слова Господа из уст Иеремии, Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, и объявил он по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, Господь Израиля, Господь Всевышний, поставил меня царем вселенной. И повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, который в Иудее. Итак, кто известен из вас, есть из народа его? Да будет Господь его с ним, и пусть он, отправившись в Иерусалим, что в Иудее, строит дом Господа Израилева. Он есть Господь, живущий в Иерусалиме. Посему, сколько их живет по местам, жители вместо того пусть помогут им золотом и серебром, дарами коней и скота и другими обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме. И поднялись старейшины племен, колено Иудина Вениаминова, и священники, и левиты, и все которых дух подвиг Господь идти и строить дом Господа в Иерусалиме. А жившие в соседстве с ними всем помогали им серебром и золотом и конями и скотом и весьма многими обетными приношениями многих, которые дух подвигнут был. И царь Кир вынес священные сосуды Господа, которые на выходоносор перенес из Иерусалима и поставил в свое капище. Вынеси же их Кир царь Персидский, передал их Мафридату, своему сокровище-хранителю. А через него они переданы были Салмонасару, князю иудею. Число же их было возливательных золотых тысяч, возливательных серебряных тысяч, серебряных курильниц 29, чаш золотых 30, серебряных 2410 и других сосудов тысячи. Всех сосудов золотых и серебряных принесено 5469. И принесены они Салмонасаром и возвратившимися с ним из плена Вавилонска в Иерусалим. Во время же царствования Артаксерса, царя Персидского, Велем и Мефридат, и Тавели, и Рафим, и Велтефм, и Самели, писец и другие согласившиеся с ними, обитавшие в Самаре и других местах, писали ему следующее письмо. «Царер, так сердцу, господину, рабы твои, Рафим, описатель происшествий, и Самели, писец и прочие советы их и судья, судей, находящиеся в Келесире и Феникии. Да будет ныне известно господину царю, что вышедшие от вас к нам иудеи, придя в Иерусалим, в этот отступнический и коварный город, устрояют площади его, возобновляют стены и полагают основание храма. Итак, если этот город будет отстроен и стены его окончены, то они не только не согласятся оплатить подати, но и восстанут против царей. И как уже начато построение храма, то мы за благо признали не пренебрегать этим, но известить господина царя, неблагогодно ли тебе посмотреть в книгах отцов твоих. Ты найдешь запись о том в памятных книгах и узнаешь, что этот город был изменник и смущал царей и города, а иудеи, отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине и был опустошен этот город. Итак, теперь извещаем тебе, господин царь, что если построится этот город и восстановятся стены его, то не будет для тебя прохода в Кире, Сирии и Финикии, когда царь написал в ответ Рофиму о писателе происшествии, и Виалтефму, и Самелию Пису, и прочим согласившимся с ними, обитающим в Самаре, Сирии и Финикии, следующее. Прочитал я письмо, которое вы прислали ко мне, и приказал рассмотреть. И найдено, что этот город издавна восставал против царей, и люди сии поднимают в нем мятежи и войны, и были цари в Иерусалиме сильные и могущественные, владевшие и собиравшие дань с Кире, Сирии и Финикии. Итак, теперь я приказал воспретить этим людям строить сей город и наблюдать, чтобы ничего более не делалось, и чтобы не имели дальнейшего успеха злонамеренные предприятия к беспокойству царей. По прочтении написанного царя Артаксер Сарафим и Самели Писец, и согласившиеся с ними, поспешно отправились в Иерусалим с конницей и ополчением народа, и начали удерживать строящих, и остановилось строение Иерусалимского храма до второго года царствования Дария царя Персидского. Вторая езда, глава третья. Иерусалимский храм. И тотчас, написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовьем царя Дария, и сказали, когда царь встанет, подадут ему это писание. И за кем признает царь и трое вельмож Персидский, что слово его мудрее, тому даст преимущество, как написано. Один написал, сильнее всего вино, другой написал, сильнее царь. Третий написал, сильнее женщины и над всем одерживает победу истины. И вот когда царь встал, подали ему это писание, и он прочитал. И послав, призвал всех вельмож Персидских и Мидий, и сатрапов, и военачальников, и начальников областей, и советников. И сел в совещательной палате, и просчитано было перед ним писание. И сказал, призовите этих юношей, пусть они объяснят слова свои. И были призваны и вошли. И сказал им, объясните нам написанное. И начал первый, сказавший о силе вина, и говорил так, о мужи, как сильно вино. Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом. И всякий ум превращает веселье и радость. Так что человек не помнит никакой печали, никакого долга. И все сердца делает оно богатыми. Так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе. И всяков заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьянеют, не помнят о приязни к друзьям и братьям, и скоро обнажают мечи. А когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. О мужи, не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать. И сказал это, замолчал. Вторая езра, глава четвертая. И начал говорить второй, сказавший о силе царя. О мужи, не сильны ли люди, владеющие землей и морем, и всем содержащимся в них. Но царь превозмогает и господствует над ними, и повелевает ими. И во всем, что бы ни сказал им, они повинуются. Если скажут, чтобы они ополчались друг против друга, они исполняют. Если пошлет их против неприятелей, они идут и разрушают горы, и стены, и башни. И убивают, и бывают убиваемы, но не переступают слова царского. Если же победят, все приносят царю, что получат добычу, и все прочее. И те, которые не ходят на войну и не сражаются, новозделывают землю. И после посева, собрав жатву, также приносят царю. И, понуждая один другого, приносят царю дани. И он один, если скажет, убить, убивает. А если скажет, отпустить, отпускает. Скажет, бить, бьют. Сказал, опустошить, опустошает. Сказал, строить, строит. Сказал, срубить, срубает. Сказал, насадить, насаждает. И весь народ его и войско его повинуется ему. Кроме того, он возлежит, если пьет и спит. А они стерегут вокруг него, и не могут никто отойти и делать дела свои. И не могут ослушаться его. О мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуется ему? И замолчал. Третий же, сказавший о женщинах и об истине, это был Зарававель. Начал говорить, о мужи! Не велик ли царь, и многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщина ли? Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землей. И от них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которых делается вино. Они делают одежды для людей и доставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен. Если соберут золото, серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, оставив все, устремляются к ней. И раскрыв рот, смотрят на нее. И все прилепляются к ней более, чем к золоту и серебру, и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою, и прилепляется к жене своей. И с женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. И из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемлете ли вы трудов, и не напрягаете ли усилий, и не даете ли, и не приносите ли всего женам? Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги и грабить, и красть, и готов плавать по морю и рекам. Льва встречает и во тьме скитается, но лишь только украдет, похитит и ограбит, относит то к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин, и сделали с рабами через них. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне, не велик ли царь властью своей? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел и опомину дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она снимала венин с головы царя и возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они? Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, и он начал говорить об истине. О, мужи! Не сильны ли женщины, велика земля и высоко небо, и быстро в своем течении солнца? Ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место. Не велик ли тот, кто совершает это? Истина велика и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее. И все дела трясутся и трепещут перед нею, и нет в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины. Несправедливы все сыны человеческие, и все дела их таковы, и нет в них истины. И они погибнут в неправде своей. А истина пребывает и остается сильной в век, и живет и владычествует век в веке. И нет у ней лицеприятий и развлечения, но делает она справедливой, удаляясь от всего несправедливого и злого. И все одобряют дела ее, и нет в суде ее ничего неправого. Она есть сила и царство, и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. И перестал он говорить. И все возгласили тогда и сказали, велика истина и сильнее всего. Тогда царь сказал ему, прости, чего хочешь, более написано. И дадим тебе так, как ты оказался мудрейшим, и будешь сидеть подле меня, и будешь называться родственником моим. Тогда сказал он царю, вспомни обещание, данное тобой в тот день, в который ты принял царство твое, что ты построишь Иерусалим. И отошли все сосуды, взятые из Иерусалима, которые отобрал Кир, когда дал обеты разорить Вавилон. И обещался выслать их оттуда. А ты обещался построить храм, который сожгли Идумеи. Когда Иудея опустошена была халдеями. И об этом самом теперь я прошу тебя, господин царь, и умоляю тебя. И в этом величие твое прошу тебя исполнить обещание, которое ты устами твоими обещал царю небесному исполнить. Тогда царь Дарьев стал и поцеловал его, и написал ему письма ко всем правителям и начальникам областей, военачальникам и сатрапам, чтобы они пропустили его и с ним всех идущих строить Иерусалим. Также писал письма ко всем местным начальникам Келесирии и Финикии и находящимся на Ливане, что привозили с Ливана в Иерусалим кедровые дерева и помогали ему строить город. Писал о свободе для всех иудеев, отправляющихся из царства в Иудею, чтобы никто из имеющих власть областной начальник и сатрапы правитель не приходил к дверям их. Но чтобы вся страна, которой они владеют, взята была от Дании, и чтобы иудеи и думеи оставили селения иудеев, которыми они владеют. Также чтобы даваемо было на построение храма каждогодно по двадцати талантов, доколе не будет построено. И для приношения на жертвенник каждодневных сисожжений сверх семнадцати предписанных даваемо было еще по десяти талантов в год. И чтобы всем, отправляющимся из Вавилона, была свобода строить город, как самим, так и потомкам их и всем священникам, которые пойдут. Писал также о содержании и о священническом облачении, в котором служат. Написал давать содержание и левитам до того дня, когда совершится храм и построен будет Иерусалим. И всем стерегущим город предписал давать жалования и продовольствия. «Отпустил все сосуды, которые отделил Кир из Вавилона, и все, что велел сделать Кир, и он повелел исполнить и послать в Иерусалим. И когда вышел юноша, то устремил лицо свое на небо против Иерусалима, возблагодарил Царя Небесного и сказал, «От тебя победа и от тебя мудрость, и твоя слава, и я твой раб. Благословен ты, даровавший мне мудрость, и благодарю тебя, Господи Божий, отцов наших». «И взял письма, отправился и пришел в Вавилон, и объявил всем братьям своим. И они возблагодарили Бога отцов своих за то, что даровал им свободу и разрешение. Идти и строить Иерусалим и храм, на котором наречено имя его, и ликовали с музыкою и весельем семь дней». Вторая ездра, глава пятая. «После сего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабы их, и рабыни их, со скотом их. Дарий послал с ними тысячу конников, доколе они не введут их в Иерусалим с миром, с музыкой, с тимпанами и трубами. И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе. «И вот имена мужей, шедших по племенам их и коленам, по старшинству их священники, сыны Финьеса, сыны Аарона Иисус, сыны Аседека, сыны Сареева и Аким, сын Зарававеля, сына Салафииля из дома Давидова и из родов Ареса, колена же Иудова, который говорил перед Дарьем, царем персидским, мудрые слова на втором году царствования его, в месяце Несане, в месяце первом. «Вот иудеи, вышедшие из плена, переселения, которых переселил Вавилон на Уходоноср, царь Вавилонский, и которые возвратились в Иерусалим и в прочие места иудеи, каждый свой город. «Вышедшие из Рававелем и Иисусом, Неемию, Зареем, Ресеем, Евинеем, Мардахеем, Версаром, Асфаржасом, Реелием, Раимом, Вааной, начальниками их». Число народа с начальниками их сынов Фароса 2172, сынов Сафата 472, сынов Ареса 756, сынов Фаав Маава с сынами Иисуса и Аава 2812, сынов Илама 1254, сынов Зафуи 975, сынов Хорве 705, сынов Ваня 648, сынов Вивая 633, сынов Арге 1322, сынов Аданикама 637, сынов Вагоя 260, сынов Адина 454, сынов Атира от Езекии 92, сынов Келана и Азинана 67, сынов Адазара 432, сынов Аниса 101, сынов Арема 32, сынов Васая 323, сынов Арсофуримфа 102, сынов Витируса 3005, сынов Вифламонских 123, из Нитофиса 55, из Анафофа 158, из Вефасмона 42, из Кориафири 25, из Кафири и Ворога 743, Ходиасеев и Амедеев 422, из Керама и Гависа 621, из Макалона 122, из Витолия 52, сынов Нифиса 156, сынов Коломолала и Ионуса 725, сынов Иереха 245, сынов Саанаса 1301, священников сынов Иееду, сына Иисусова с сынами Саанасина 972, сынов Емируфа 1052, сынов Фасура 1047, сынов Харми 1017, левитов сынов Иисуса и Кадмила, Иваны и Судия 74, священнопевцов сынов Асафа 140, привратников сынов Салума, сынов Атара, сынов Талмана, сынов Дакуна, сынов Атита, сынов Товиса, всех 139, служителей при храме сынов Исава, сынов Асифа, сынов Таваофа, сынов Кираса, сынов Суда, сынов Фалея, сынов Лавана, сынов Аграва, сынов Акуда, сынов Ута, сынов Китава, сынов Акава, сынов Сивая, сынов Анана, сынов Кафуа, сынов Кедура, сынов Яира, сынов Десана, сынов Ноева, сынов Хасева, сынов Казира, сынов Озии, сынов Финой, сынов Асара, сынов Васфая, сынов Асана, сынов Мани, сынов Нафаси, сынов Акуфа, сынов Айхива, сынов Асова, сынов Фаракема, сынов Васалема, сынов Меда, сынов Куфа, сынов Хореа, сынов Вархуя, сынов Серара, сынов Амоя, сынов Наси, сынов Атефа, Сынов рабов Соломоновых Вот вышедшие из фермелефа и филерса, начальник из Харафалан и Аалар. Но они не могли показать отечество своего и родов, что они от Израиля сынов Делана, сына Вайянанова, сынов Никодана 652. Из священников были исправлявшие священнослужение, но не найдены в списке сыны Иовдия, сыны Аквоса, сыны Иадду, который взял в жену Авгию из очарей Верзелия и назывался его именем. И как родная запись их по изысканию не найдена в списке, то они отлучены от священства. И сказала мне Емея и Атафефария, чтобы они не участвовали в святыне, доколе не восстанет первосвященник, облеченный в Уриму Тумим. Всех же израильтян от 12 лет и выше, кроме рабов и рабынь, было 42 360 рабов их и рабынь, 7 347 певцов и псалмопевцев 245, верблюдов 435, коней 7036, лошаков 245, подъеремного скота 5525. Некоторые из родоначальников, когда пришли они ко храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей и дать сокровищницу храма на построение тысячи мин золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд. И поселились священники и левиты и некоторые из народа в Иерусалиме и области его, а священопевцы и привратники весь Израиль в селениях своих. И когда же настал седьмой месяц, и сыны Израилю были уже каждого владения своем, собрали все единодушно открытое место при первых воротах на восток. И встал Иисус, сын Иоседека, и братья его, священники, и Заравель, сын Салафииля. И братья его, и устроили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем все сожжения, как предписано в книге Моисея Человека Божия. И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле. И они возносили жертву в свое время и все сожжения Господу, утреннее и вечернее. И совершили праздник кущей, как предписано законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало. И потом непрестанны приношения и жертвы суббока новомесячей и всех святых праздников. И все те, которые обещали обеты Богу с новомесячей седьмого месяца, начали приносить жертву Богу, хотя храм не был еще построен. И давали серебро о каменотесах и плотникам, и питье, и пищу, и повозке седонянам и терянам, чтобы они привозили слива на кедровые деревья, доставляя их плотами в Иопийскую пристань, по приказанию, данному им от Кира, царя Персидского. И на втором году, по втором месяце, по прибытии ко храму Божию в Иерусалиме, зоровели сын Салафиили Иисус, сын Яседека, и братья его, и священники Левиты, и все пришедшие в Иерусалим на площадь из плена, положили основание храму Божию в новолуние второго месяца, второго года, по прибытии их в Иудеи и Иерусалим. И представили левитов от двадцати лет к делам Господним, и стал Иисус и сыновья его, и братья, и Кадмаил, брат, и сыновья Имаадавуна, и сыновья Иода, сына Илеадулова, с сыновьями и братьями все левиты единодушно побуждали к делам в Доме Господнем, и построили строители храм Господа. И стали священники в облачении с музыкальными инструментами и трубами, и левиты сына Агафа с кимвалами, воспевая Господу, и прославляя его по уставу Давида, царя Израильского. И возглашали в песнях, прославляя Господа, что благость его и слава вовек над всем Израилем. И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Бога за восстановление Дома Господня. А старейшие священников и левитов родоначальников, видевшие прежний храм, пришли теперь в настроение с плачем и громким воплем. И многие с трубами и радостным громким восклицаниями, так что народ не мог слышать труб по причине воплей народных. Хотя собрание громко трубило, так что далеко слышно было. И услышали враги Калена Иодина и Вениаминовы. И пришли узнать, что значит этот трубный звук. И узнали, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И приступил к Заравелию Иисусу, сына их родоначальникам. Говорят им, будем мы строить вместе с вами. Ибо и мы подобно вам слушаем Господа нашего и приносим ему жертву, а одни Асфакафаса, царя Ассирийского, который перестелил нас туда. Тогда сказал им Заравели Иисус и начальники племен Израилевых, не с нами вам строить дом Господу Богу нашему. Мы одни будем строить его, Господу Богу Израиле, соответственно тому, как повелел нам Кир, царь персидский. Тогда народы той земли, нападая на обитавших иудеев и осаждая их, препятствовали строению. И коварством увлекали народ и, производя смуты, препятствовали довершить строение во все время жизни царя Киры и остановили строение на два года до воцарения Дария. Дария 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 Дария